Новости в эфире Первого Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут я и мои коллеги вам расскажем. Качество оказываемых услуг должно соответствовать международным стандартам. Все стремятся в Казахстане именно к этому. А вот медсанчасть «Шахтер» не может похвастаться своими достижениями. Суета вокруг лифта. Об этом вы узнаете из сюжета Сергея Высокосова. Вузы Караганды в очередной раз повысили стоимость обучения. О том, как жители города восприняли эту новость, в репортаже Марка Брюшко. Совсем недавно песню известного композитора города Тимиртау Александра Соколова исполнила бывшая солистка группы «Виагры» Альбина Джанабаева. Подробности смотрите в репортаже Амины Смаковой. Стоимость образования в вузах Караганды выросла почти на 20%. Теперь, чтобы обеспечить ребенка качественными знаниями, родителям придется выложить кругленькую сумму. Самыми дорогими признаны специальности сферы педагогики и иностранных языков. Почем сегодня знания, выяснял Марк Брюшко. Аида Бексултанова окончила школу в этом году. В семье помимо нее растут еще трое детей. Мама выпускницы воспитывает их одна и всеми силами старается, чтобы жизнь детей оставалась беззаботной. Посетив один из карагандинских вузов, девушка была шокирована расценками. Денег, которые требует университет за год обучения, у семьи Аиды нет. Абитуриенту придется выбирать специальность не по душе, а по карману. Хотела поступить в Карагандинский государственный технический университет, но там цены оказались дороже. Не хочу утруждать свою маму, конечно. Не у всех положения хорошие. Так что посмотрела и универ Копер. Тут намного дешевле и, конечно же, образование тоже хорошее. Наверное, я поступлю сюда. Ежегодно перед началом учебного года вузы пересматривают стоимость своих услуг. В этом году средняя стоимость обучения в карагандинских альмаматор доходит до 350 тысяч тенге. Все потому, что Министерство образования в очередной раз пересчитало затраты на обучение одного студента. Мы спросили карагандинцев, как они относятся к такому резкому скачку цен. Ну, конечно, не нравится, что вырастают цены. Хотелось бы, чтобы они уменьшались. Это естественно. Отрицательно. Не каждая семья может обеспечить обучение своего ребенка в высшем учебном заведении. Ну, вообще, не всем будет доступно. Особенно вот средний класс и ниже, кто дети хотят учиться. Самыми дорогими признаны государственные вузы. Специальности иностранных языков и педагогического образования бьют все рекорды. Чтобы стать педагогом или переводчиком, необходимо заплатить около 450 тысяч тенге за год обучения. Первый проректор карагандинского государственного технического университета Аристотель Сагулов рассказывает, что повышение ценных вуза не коснулось. В учебном заведении стоимость обучения с прошлого года не изменилась. Хочу обратить ваше внимание, приказом министра образования от 18 апреля 2011 года, здесь я дословно могу сказать, стоимость на одного обучающего по договору на платное обучение, имеется в виду, должно быть, не могут быть менее размера образовательного гранта. Сложившаяся тенденция роста цен на обучение в вузах негативно сказывается на количестве желающих получить высшее образование. Если студенты последних курсов буквально вынуждены продолжить его, то у молодых обитариентов вовсе скоро не будет такой возможности. Марк Бышко, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Дом трещит по швам. Жители улицы Ерубаева бьют тревогу. Состояние старой пятиэтажки оставляет желать лучшего. Несколько лет назад в стенах хрущевки начали образовываться щели. Из года в год их становится все больше. Здания требуют капитального ремонта. Чиновники бездействуют, а жильцы пытаются своими силами справиться с проблемой. Динара Сартаева с подробностями. Идет вот второй этаж. Вот через него у нас и протекает вода. С этой проблемой старожила дома 33А по улице Ерубаева борется уже давно. Пока щели были еще совсем узкие, жители своими силами их устраняли. Но с каждым годом трещин становится больше. Через них дом попадает вода. А зимой стены промерзают настолько, что на них образовывается толще льда. Самостоятельно справиться с проблемой нелегко, говорят пенсионеры. Они просят чиновников обратить на них особое внимание. Мирославе Леоновой 85 лет. Она одна из первых жителей этого дома. Раньше здесь проживали в основном ветераны войны и труженики тыла. Со слов пенсионерки, хрущевку нужно сохранить как музейную редкость. В то время это был первый экспериментальный панельный дом. Позже по нему уже выявляли все недостатки, учитывая их проектировки аналогичных зданий. Во-первых, нет крыши практически. Где-то кто-то латками латает. Это не дает никакого результата. Почему? Потому что подтекает же под эти латки. Вода она везде находит. А швы панельные – это узкое место и промерзают, и протекают во многих. Четыре года назад жители нескольких подъездов написали письмо в Акимат, просьбой устранить недостатки. Тогда, рассказывают пенсионеры, приехали люди и сделали квалифицированную смету. Представители Акимата пообещали жителям, что будут рассматривать вопрос о капитальном ремонте дома. Однако все так и осталось на словах. Люди по-прежнему в одиночку борются с жилищным вопросом. Я знала человека там, в Акимате. Она вот здесь, в этом доме, живет рядом. Она, говорю, ну где эти сметы, как можно повлиять, дайте совет, что дальше делать, чтобы какой-то сдвиг был. Все это отменилось. Теперь только начать вступать в программу реконструкции ЖКХ. Зоя Федулова живет в этом доме больше 40 лет. Женщина возмущена действиями чиновников. По ее словам, благоустраивают только те дома, которые находятся возле административных зданий. Навязываемая программа модернизации ЖКХ пожилым жителям дома не по карману. И почему они делали ремонт крыш бесплатно, вот где сейчас Акимат выстроили, они же эту аллею всю и застекляли людям балконы бесплатно. И крышу все перекрыли. Да, все крыши, как Ленин они сделали, как они сделали, когда старый Акимат был там. Они же тоже благоустраивают свою территорию, о людях они абсолютно не думают. Мы позвонили начальнику отдела ЖКХ района имени Казбекби, чтобы тот прокомментировал ситуацию. Но застать чиновника нам так и не удалось. По всей видимости, у него есть проблемы поважнее. Динара Сартаева, Каират Рашитов, Алексей Спиридонов. Первый Карагандинский. В медсанчасти «Шахтер» больше двух месяцев не работает лифт. Четырехэтажное медицинское учреждение становится настоящей пыткой для больных и пенсионеров. Восстановить подъемник требуют пожилые жители Караганды. Сергей Высокосов узнавал подробности. Вот так несколько раз в неделю приходится на линии Панкратовой добираться до своей поликлиники, в которой она проработала всю свою жизнь врачом-рентгенологом. А сегодня она простой посетитель и совершает подвиг при подъеме на этажи. Отдых приходится устраивать на каждой лестничной площадке, ведь ей уже больше 70 лет. «Шахтерская поликлиника, некогда гремевшая на весь Казахстан, к сожалению, сегодня не может похвастаться качеством предоставляемых услуг. Все потому, что уже больше двух месяцев здесь не работает лифт». Может быть, вы думаете, что это новый вид физиотерапии, ноу-хау местных врачей, новый метод восстановления утраченных способностей движения. Увы, нет. Просто человеческое равнодушие. Возмущается не только пациенты, но и обслуживающий персонал. Бегать по этажам им тоже не в радость. «Наша медицина была в Карагандинске одна из лучших». Действительно, хочется снять шляпу и поклониться нашим врачам. Но почему сегодня все так плохо? «Когда людей посылать под землю работать, это значит можно. А когда людям сделать удобство, когда они приходят в лечебное учреждение, значит тут денег нет. Уже бы давно этот лифт поменяли на новый, средства явно есть». Городские власти считают, что медсанчасть относится к Арселор Миттл Тимиртау. Там и должны заниматься лифтом. В лифтовом хозяйстве нам очень четко ответили. «У нас есть положение о внутренней дисциплине, где мы не имеем давать комментариев без разрешения руководства Арселор Миттл». Какое-то государство в государстве. Только о людях опять подзабыли, несмотря на многочисленные государственные программы. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Тимиртауский композитор пишет песни звездам российской эстрады. Песни Александра Соколова уже исполнили такие известные певцы, как экс-солистка группы «Виагра» Альбина Джанабаева, Дима Билан, Иракли и группа «Премьер-министр». Чем еще славится автор хитов из города Металлургов, узнавала Амина Смакова. Песню «Капли» Александр Соколов написал три года назад. Тогда автор слов не предполагал, что исполнять ее будет королевой российской сцены Альбина Джанабаева. Премьера композиции состоялась весной этого года. К слову, песня стала первым сольным выступлением певицы после распада известной группы «Виагра». В плане мелодии, конечно, они там все сохранили, потому что песня была в оригинале немножко другая, более грустная, более минорная. Кстати, Меладзе сделало ее более такой, как, не знаю, играючей, что ли, более такой попсовой. В том варианте она была такая гитарная, там все на гитарных партиях, как основной инструмент был. Житель Тимиртау, творчество которого признали в российском шоу-бизнесе, начинал вокалистом когда-то известной группы «Адам». В ее составе Александр гастролировал по всему миру. Сегодня автор все свое время посвящает написанию песен. Большинство из них становятся хитами и крутятся в эфире популярных радиостанций. Автором одного из последних треков Димы Биланы также стал уроженец Тимиртау. Глаза, губы, никак-то не забуду. Ну вот у Димы Билана вышла песня «Улыбка ангела», буквально, ну, 2-3 недели назад. Эд Шульжевский, я работал с ним, там, писал, наверное, песен 10, буквально, практически весь альбом. В ближайшем будущем Александр вместе со своим братом Сергеем Соколовым, который также является автором и музыкантом, собирается создать независимый продюсерский центр, который будет открывать новые имена и заниматься музыкальным продвижением артистов. Создать свою компанию, Falcon Brothers будет называться она. То есть Falcon, она переводится как Сокол. Вдвоем с братом будем создавать конкуренцию. В такой атмосфере Александр пишет музыку и стихи для певцов российской и казахстанской эстрады. Накануне он закончил писать музыку для известной певицы Варвары. Амина Смакова, Тулегин Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. В Казахстане необходимо ускорить внедрение единой национальной системы здравоохранения. Так сказал заместитель премьер-министра Ербол Арынбаев на республиканском совещании в Карагандинской области. В шахтерском регионе он побывал с рабочей поездкой. Вице-премьер посетил некоторые медицинские учреждения Караганды и провел итоговое заседание. В рамках рабочего визита Ербол Арынбаев побывал в Карагандинской клинике имени Макожанова. Эта специализированная травматолого-ортопедическая больница оснащена по последнему слову техники. Вице-премьеру показали то, чем по праву может гордиться медучреждение. Вот, к примеру, в ожоговом отделении установлены три воздушные кровати. Благодаря этому ожоговые раны подсыхают. И, скажем так, это спасение для пациентов с огромной площадью. Применяют в лечении уникальные разработки казахстанских ученых, такие как гидрогелевые повязки. Их применяют для заживления ожоговых ран. Она используется для покрытия ожоговых ран, защищает рану от высыхания, инфицирования и стимулирует заживление. Показали делегации кабинеты коленного и тазобедренного протезирования. В клинике имени Макожанова ежегодно проводят более 700 подобных операций. Посетил вице-премьер-министр и городской центр первичной медико-санитарной помощи. Далее последовало республиканское заседание. Здесь подытожили внедрение единой национальной системы здравоохранения за первое полугодие. Показатели реализации проекта позитивные, заявляют высокопоставленные чиновники. Казахстан достиг снижения уровня детско-материнской смертности. Это подтвердили эксперты ЮНИСЕФ. Это очень было трудно, конечно, достижимо, но с начала 90-х годов до настоящего времени Казахстан смог снизить детскую смертность на 60% и практически достиг цели тысячелетия. И сейчас можем сказать, что снижение смертности произошло с 54 на 1000 живорождение до показателя 18,7 на 1000 живорождение, что является очень огромным достижением. Забегая вперед, Ербол Оренбаев поделился тем, что предстоит сделать в следующем году. В частности, будет увеличено подушевное комплексное финансирование. Сейчас он в среднем по республике составляет порядка 500 тенге на человека. Со следующего года мы планируем сделать его на уровне 800 тенге. Все это позволит нам усилить работу по профилактике заболеваний, укреплению здоровья населения и снижению поборов именно на уровне первичного звена. Еще одним важным направлением на следующий год будет внедрение государственно-частного партнерства. Объекты здравоохранения будут передаваться в доверительное управление, а все поликлиники будут строиться в городах на основе ГЧП. Все это пока что в рамках пилотного проекта. Частные клиники нашей области, они уже сегодня выполняют государственный заказ. У нас впереди, я думаю, мы тоже в этом пилоте будем одни из первых, когда мы какие-то поликлиники тоже будем отдавать доверительное управление по согласованию с Министерством здравоохранения. Кроме того, будет решаться вопрос нехватки медицинских кадров, обеспечить страхование профессиональной ответственности врачей. Это, говорят чиновники от здравоохранения, повысит уровень и качество предоставляемых медицинских услуг в Казахстане. Ирина Камышова, Жасулана Мандыков, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Компания «Караганды Жарык» проводит открытый городской конкурс граффити для поддержания творческой молодежи города. В этом году конкурс «Энергия лета» проводится по трем тематикам «Подводный мир», «Твори добро» и «С юбилеем Караганды Жарык». Прием заявок для участия в конкурсе граффити начинается с 15 июля. Передаю слово своему коллеге Берику Копарову. Он расскажет о новостях спортивных. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа «Галакси Групп». Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На стадионе «Шахтер» состоялся финальный матч по футболу в рамках турнира «Кока-кола Белгородоп» для школьников средних классов. В финале сыграли команды «Алматы» и «Павлодара». Кому достался кубок чемпионов, выяснял наш корреспондент. «Алматы! Алматы!» Турнир стартовал в начале прошлого учебного года. Все это время школьники играли в футбол в разных городах Казахстана. Около 6 тысяч школьников из 500 учебных заведений страны стали участниками футбольных баталий. За основу чемпионата был взят легендарный турнир советского времени «Кожаный мяч». «Этот турнир раньше назывался «Кожаный мяч». В какой-то период этот турнир как-то потерялся. Но благодаря поддержке фирмы «Кока-кола» научно-практическому центру Министерства образования мы этот турнир возродили». Несмотря на юный возраст, 13-летние футболисты играли на высоком уровне. Победа досталась школьникам с юга нашей страны. За счетом 4-0 алматинцы переиграли спортсменов из Павлодара. Несмотря на счет, игра проходила в равной борьбе, но немного больше повезло игрокам южной столицы. Самому маленькому игроку в этом матче, Бибарусу Танербергенову, всего 11 лет. Мальчик, к слову, и стал лучшим волозащитником турнира. Я живу в городе Алматы. Сейчас мне 11 лет. Футболом я занимаюсь с 5 лет. После финального свистка юные футболисты направились на главное поле стадиона «Шахтер», где им были вручены кубки с медалями, а также денежные сертификаты от спонсоров. Подарки детям вручал Сергей Хижниченко. Нападающий в прошлом сам участвовал, становился лучшим бомбардиром турнира «Былгорыдов». Весь этот турнир невозможен был бы без поддержки всевозможных досторон. В первую очередь, конечно же, это Федерация по футболу Казахстана, которая всегда поддерживает, которая всегда помогает, которая всегда готова идти навстречу. Это научно-национальный практический центр Министерства образования. Трус не играет в хоккей. Хоккейный клуб «Сарарка» начал предсезонную подготовку. На тренировки хоккеистов побывал Сергей Журавлев. Как поется в знаменитой песне, в хоккей играют настоящие мужчины. И ни погода им ни помеха. Под карагандинским дождем после летнего перерыва хоккеисты начали подготовку в спорткомплексе «Караганда-Арена». По словам тренерского штаба, к команде уже присоединились новички из Канады, задрафтованные клубами НХЛ. Также с «Сараркой» будут заниматься молодые хоккеисты из фарм-клуба «Хоккейные дружины». В начале августа наши ледовые бойцы вылетают на основной сбор в Италию, где проведут 11 контрольных матчей с командами Италии, Швеции и Австрии. Основная наша задача на сезон – показывать хороший добротный хоккей, который будет нравиться нашим зрителям. Надеюсь, что мы своей игрой будем до отказа заполнять трибуны ледового дворца нашего «Караганда-Арена». Это наша основная задача. Ну и аппетит приходит во время еды, значит, обязательно первостепенная задача – попасть в плей-офф. На этом у меня все. Берегите себя и занимайтесь спортом. Спасибо, Берек. Наш выпуск подходит к концу. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Всего доброго. Аман Саугунстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова